Привет, моя милая! Сегодня мы поговорим с тобой на очень важную тему. Куда ставить свой автоплод? Каждый художник сам принимает решение, куда расположить свою подпись. Можно в правый нижний угол картины, можно на торце, а можно и спрятать сзади на холсте. Вот несколько примеров. Здесь Марк Шагал замаскировал свою подпись. Раньше среди художников было в порядке вещей – прятать подпись на картине. А вот вариант маскировки от Айвазовского или Франциска Гоя. Некоторые художники оформляют свои автографы подобно логотипам. Такой вариант не стыдно расположить более выгодно, ведь порой он только украшает картину. Как примеры, покажу тебе картины Густава Климта и Яна Ван Эйка. На мой субъективный взгляд, времена, когда к подписи добавляли год написания картины, давно канули в лету. Сейчас это мувитон. Но я рада показать тебе несколько примеров. В списке Рунуар, Пикассо и Клод Моне. На лицевой части картины подпись ставить совсем необязательно. Это дело вкуса. Ты можешь расположить ее на торце, если позволяет ширина подрамника. Если подрамник узенький, то скорее всего ее лучше расположить будет сзади. На обороте картины желательно указать дополнительную информацию. Твое имя и фамилию, название картины, год создания, размеры, а также материалы, которыми она была выполнена. Это можно написать от руки или наклеить стикер, как сделала я. Если ты решишь писать от руки, ни в коем случае не используй маркеры. Пигмент может проступить на лицевую сторону и испортить твое изображение. Лучше используй угольный карандаш. Для подписи ты можешь использовать свою фамилию, псевдоним, инициалы или любой другой логотип, который ты захочешь. Например, я использую свою фамилию. У меня фамилия Львова. Я использую первую букву Л и мягкий знак. Л, мягкий знак. Полосочка и кругляшок это декоративные элементы. Свой автограф ты можешь нанести абсолютно любым способом. Если красочный слой еще мокрый, подпись можно процарапать или выдавить. Если уже подсох, как у меня, я использую тонкую кисть и наношу ее поверх. Я смешиваю масляную краску с ликвеном один к одному. Делаю легкий набросок, чтобы обозначить границы. И далее аккуратно скульптурирую линии, создавая выпуклый рельеф. Когда работа над скульптурированием завершена, я могу почистить края плоской синтетической кистью, доведя ее до совершенства. Как можно заметить, я использую контрастные цвета для написания своей подписи, потому что считаю декоративным элементом, которое дополняет изображение. Поэтому я хочу, чтобы мою подпись было видно. Милая, если у тебя остались вопросы, пожалуйста, напиши мне их в комментариях, я постараюсь на них ответить. В следующем видео мы поговорим о том, как правильно покрывать картину лаком и зачем это нужно. Ну а на сегодня все, я тебя целую, обнимаю. Пока-пока!